Добрый день! Мы находимся в Новониколаевском районе Волгоградской области, на демонстрационном участке в крестьянском хозяйстве Губина Андрея Андреевича, где мы закладываем практически всю линейку гибридов компании «Сингента» для того, чтобы выбрать для себя наиболее оптимальные семена, наиболее оптимальные технологии для того, чтобы их применять уже в производстве. В хозяйстве у нас 5000 гектар земли, по 1000 занимают гибриды кукурузы и гибриды подсолнечника. В течение пяти лет уже наше хозяйство работает с компанией «Сингента» по программе «Солгард» по защите подсолнечника от заразихи. Отбираются пробы этой заразихи для определения расы, и специалистами компании выдается рекомендация по подбору гибридов подсолнечника, которые необходимо высевать для того, чтобы получать нормальные результаты. Сейчас мы находимся на производственном участке гибрида «Алькантара». Он у нас является классическим гибридом, устойчив к семи расам заразихи. Испытания проводим уже практически второй год. Пока гибридом в целом и в общем довольны. Урожайность, я думаю, в этом году будет тоже на уровне, хотя и условия сложились сложные. Опять же, засуха, она к хорошему не приводит. В прошлом году гибрид «Алькантара» нам на производственном участке на фоне внесения хороших досу удобрений дал более трех тонн урожайности. В этом году в производстве, значит, он у нас живет практически без удобрений. Но я думаю, урожайность сформировал все-таки достойную. Комбайн, я думаю, нам все это дело покажет. Стараемся все новые гибриды у себя и в демонстрационных посевах использовать. После демонстрационных размещаем на небольших участках производства. Если он нас и в производстве не огорчает никаким образом, то мы увеличиваем уже его в производстве больше. Но в демонстрации так и оставляем и смотрим. Ну и опять же, другие самые, которые новые гибриды выходят, потому что ничего на месте не стоит. Надо постоянно двигаться тоже в ногу со временем. Иначе можно отстать от всего. Гибриды компании «Сингент», они, как правило, дают хорошую урожайность и находятся практически всегда в лидерах. Ну, присутствуют там какие-то гибриды других компаний. Но, как правило, это какой-то один год, и гибрид это куда-то теряется. Отличительной особенностью гибридов компании является их стабильность. То, что и в условиях хороших года, и в жестких условиях, как в этом году, у нас с осадками не очень хорошо гибриды компании дают достойный результат. И надо отличить, еще сказать, вернее, что практически всегда гибриды компании «Сингент» имеют высокую масличность. И, опять же, это является тоже таким показателем, когда мы его начинаем реализовывать. За масличность практически все переработчики тоже доплачивают. У нас, получается, в оборот, в хозяйстве всего у нас 5 тысяч гектаров земли. Вот у нас и всего есть по тысяче. То есть тысячу озимой пшеницы, тысячу льна, тысячу подсолнечника и тысячу кукурузы. А остальные у нас, получается, это кормовые культуры, потому что у нас еще есть животноводство. То есть у нас эта кукуруза насилос у нас присутствует. Есть другие культуры, как овес, ячмень. То есть ту тысячу мы делим вот так. Практически вот у нас получается всего по тысяче. Ну, кукуруза, как все говорят, и, наверное, это правда, она является растением, которое провоцирует заразиху к прорастанию. Но жить заразиха на корнях кукурузы не может. Поэтому это растение-ловушка, которое позволяет нам этот паразит контролировать. Она, кукуруза, эту заразиху всю провоцирует. Плюс у нас бывает один год подсолнечник весь полностью по Clearfield-технологии. И получается, что классические гибриды у нас могут приходить на то же самое место через 8 лет, как положено, в принципе, и по науке. Тогда мы не будем иметь проблем, потому что через 8 лет заразихи тут остается уже крайне мало. Заразиха, она имеет очень мелкие семена, которые ветром переносятся, в принципе, очень легко и далеко. Те участки, которые у нас присутствуют рядом соседи, тут мы вот эту проблему и имеем. То есть мы по границам. Опять же, землю мы, поскольку вот это классический гибрид, значит, здесь классическая технология обработки почвы. Здесь глубокое рыхление, здесь дальше у нас выравнивание сев. Мы это все, эти операции проводим, эти семена по всему полю получается и растаскиваем. И как бы вот бывают случаи, когда имеем вспышку вот именно по заразихе. В этом году вот этот гибрид у нас, значит, расположен на небольшом участке в производстве уже. В прошлом году по демонстрационному участку на фоне внесения удобрений с осени он дал более трех тонн урожайность. Ну, в этом году здесь не такой сильный фон, но все равно урожайность здесь будет достойная. Конечно, комбайн нам все это дело покажет. Мы находимся на производственном участке, где возделываем гибрид ARCA. К плюсам этого гибрида можно отнести, что он является у нас устойчивым к семи расам заразихи. И это раннеспелый гибрид. Он у нас в прошлом году в производстве, наверное, показал самый высокий результат. Урожайность была 38 сантиметров. Я думаю, в этом году урожайность, конечно, будет ниже из-за условий года, что засуха у нас тут присутствует. Но считаю, все-таки урожай мы здесь должны собрать достойные. Это, наверное, завершающий сев у нас в хозяйстве. Это сев конца мая, наверное, 29 число. К плюсам этого гибрида еще можно отнести, что он является высокоолиновым гибридом. В этом году у нас занимает практически 50% площадей. Возделываем его на площади около 500 гектаров. В последние годы вот этот вот сев, когда мы сеем его поздно, практически всегда дает очень хороший результат. Поэтому этот гибрид позволяет поздно сеять и, в принципе, он подходит к уборке практически как все остальные гибриды. В этом году, в принципе, значит, корзина практически выполнена хорошо на этом гибриде, несмотря на тяжелые условия засухи. Здесь у нас на демонстрационном участке представлен гибрид «Розетта», который возделывается по технологии «Клиарфилд Плюс». Технология «Клиарфилд Плюс» — ее можно использовать по более засоренным участкам, плюс она все-таки имеет меньшее последействие на последующую культуру. Гибрид, он устойчив к семи разам заразихи и является очень засухоустойчивым. В этом году у нас была очень такая серьезная засуха. Этот гибрид, я думаю, сформировал неплохой результат. Мы видим здесь неплохую корзинку. Значит, я думаю, наверное, мы получим здесь в районе двух с половиной тонн урожайности. Здесь в демонстрации у нас представлен гибрид «Эксперта». Этот гибрид интересен нам потому, как он мало того, что по технологии «Клиарфилд», где мы можем защищать его от практически всего спектра сорняков и от заразихи, так еще этот гибрид является высокоолеиновым. Высокоолеиновые гибриды на рынке сейчас пользуются очень серьезным спросом. Этот гибрид конкретно формирует высокое содержание оливиновой кислоты в масле, поэтому мы не имеем с ним проблем ни с реализацией, ну и, в принципе, хороший гибрид. Высокоолеиновый подсолнечник от обычного подсолнечника не отличается абсолютно ничем, ни семенами, ни корзинками, ничем. Только в нем есть именно содержание в масле этой высокоолеиновой кислоты. Нам, как рассказывали, высокоолеиновое масло по своим характеристикам, оно практически приближается к маслу оливкового, то есть считается очень полезным маслом. Поэтому вот за этот гибрид мы получаем и от заводов-производителей премию, когда начинаем его реализовывать. Эксперт дает урожайность, в принципе, мы получаем практически всегда больше двух тонн. Я не знаю, какую урожайность даст он именно у нас здесь. Некоторые участки обрабатывали, значит, самолетиком, да, но мы обрабатывали в качестве, так скажем, как демонстрационное поле, и там мы обрабатывали именно небольшие участки для того, чтобы посмотреть разницу. Но в любом случае все-таки не зря там пишут в аннотации к любому препарату, что норма расхода рабочей жидкости 200-300 литров на гектар. Значит, самоходный опрыскиватель это может сделать, а самолетик, даже большой, который Ан-2, это для него вообще недостижимый результат. Он просто будет взлетать и сразу же садится, потому что, ну, нет у него столько воды. Опрыскиватель мы купили один, и, значит, он у нас работает. Мало того, значит, мы этим опрыскивателем, когда не сильно высокий подсолнечник, делаем сами себе десекацию. То есть вот сейчас для того, чтобы позвать на десекацию самолетик, он не хочет лететь на 100 гектар, ему надо объем, он говорит, давайте я прилещу 500 гектар сделаю. А 500 гектар он их сделает за один день, они же так за один день и высохнут. Даже если мы там делаем разбивку по норме реглона, все равно он усохнет быстро, и, получается, этот объем невозможно убрать. И в случае, если пойдут дожди, мы тут сразу будем нести потери. А тут мы по 100 гектар делаем себе через день, безо всяких проблем убираем. У нас его практически 500 гектаров. Почему? Потому что он у нас в прошлом году и на демонстрационном поле, и в производстве в небольшой участок был, дал очень неплохой результат, поэтому мы в этом году его разместили практически на 50% площадей. В принципе, классическая технология, она вроде как считается немного дешевле и проще, да, потому как мы не используем гербицид, который у нас называется, например, каптора, он тоже денег стоит. Но надо понимать, что когда есть большое засорение на полях, такой гибрид, как ARCO, сделать будет очень проблематично, потому что защитить его будет практически невозможно. Поэтому те участки, которые у нас давно уже в производстве, в обработке находятся, они, в принципе, уже все нормальные, поэтому мы и можем себе позволить выращивать тот, который гибрид, именно по классической технологии. В основном те участки, которые у нас либо недавно в обработке, либо какие-то с соседями есть по полям, то там из-за того, что очень большое количество сорняка, мы не можем использовать классическую технологию, поэтому мы используем именно технологию Clearfield. То есть здесь вот эксперт отличается именно тем, что очень хороший процент содержания именно алииновой кислоты. Вот в прошлом году, во всяком случае, ну и надеемся в это. Все маслоперерабатывающие заводы, они за алииновую кислоту, есть такая у них ситуация, как бонусы. То есть они нас именно этими вещами мотивируют. В прошлом году бонусы доходили до 3 рублей, значит, с килограмма. Поэтому это достаточно неплохая прибавка, даже если он даст меньшую урожайность, но мы ее продадим по более дорогой цене. Здесь в демонстрации представлено два новых гибрида компании Сингента, которые возделываются по технологии Экспресс. Значит, это вот Сузука и Суматра. Экспресс-технология, она хорошо показывает себя там, где нет, значит, такого патогена, как заразиха, или такого паразита, как заразиха. Потому что технология Экспресс, она позволяет контролировать широколесные двудольные сорняки, но не контролирует практически заразиху. Поэтому, значит, если заразиха присутствует, надо либо выращивать гибриды устойчивые к заразихе, как вот здесь вот мы видим гибрид Суматра устойчив к семи расам, либо уже работать по технологии Clearfield. И здесь мы видим, что вот этот гибрид, вот они вот разные группы спелости, этот практически уже можно там через неделю будет убирать, а здесь надо еще нам подождать недели три месяца для того, чтобы провести уборку, либо проводить диссекацию. Это гербицид, который позволяет бороться в посевах подсолнечника именно с широколесными двудольными сорняками. Потому как по классической технологии мы не имеем такой возможности, и она не имеет вообще никакого последействия на культуры последующего всего борода. Поэтому вот эта технология, наверное, она более предпочтительна будет. Но опять же, здесь есть небольшой минус, то что вот технология Экспресс, она не так борется с заразихой, то есть, ну, как бы, вроде говорят, что есть какое-то влияние на именно саму заразиху, но, в принципе, такого эффекта, как у технологии Clearfield, мы здесь не наблюдаем. Поэтому, значит, эти поля, вот она вот и есть, Sumatra, у нее вот она к семи раз самостойчиво, в отличие от Сузуки. И, как бы, вот мы здесь видим прекрасно разницу по, значит, созреванию, что здесь практически уже через, там, грубо говоря, неделю можно приступать к уборке. А тут мы еще должны, например, повести десекацию, ну, либо подождать там в течение трех, может быть, недель, месяца. Мы находимся на демонстрации гибридов кукурузы компании «Сингента». Кукурузу выращиваем в хозяйстве на площади в тысячу гектаров. Выращиваем ее и, как она является хорошим растением-ловушкой для циррозихи. Значит, и несколько уже последних лет она является очень рентабельной культурой. В демонстрации представлена та линейка, которая, в принципе, перспективе мы, наверное, будем выращивать в производстве. Вот у нас в демонстрации сегодня представлены такие гибриды, как вот Фотон, Черинтос. Они у нас также присутствуют и в производстве уже. Вот. Далее представлены здесь гибриды вот Фортага, Феномен, Телес и Телесман. В прошлом году у нас рекордсменом по урожайности был именно Черинтос. Урожайность была 83 центнера из гектаров. Мы их выращиваем приближенно к условиям, которые будут они испытывать в производстве. И даже вот в этих таких тяжелых, как в этом году, засушливых условиях, я считаю, здесь сформировали гибриды компонентов, в компании очень даже неплохой результат. Посмотрим дальше, как те гибриды у нас покажут себя в демонстрации. Будем уже принимать решение о выращивании их именно в производственных участках. У нас в хозяйстве мы стараемся подходить взвешенно к подбору гибридов в компании, стараемся с помощью специалистов выбирать наиболее оптимальное для себя решение. В принципе, в портфеле компании Сингента присутствует довольно много гибридов под разные технологии. И когда у нас много заразихи на поле, и когда у нас этой заразихи практически нету. Поэтому, значит, при их рекомендациях стараемся при самых минимальных затратах с помощью специалистов компании Семян и средств защиты получать наиболее высокие результаты. Редактор субтитров А.Семкин Продолжение следует... Продолжение следует...